За некоторое время моей работы я встречался с разными людьми, а также созванивался, когда практиковал глубокотканный массаж с людьми, которые имели разные истории своих заболеваний. В каких-то случаях это было невежественное обращение со своим здоровьем, в каких-то случаях это проявление слабой силы воли. Но попадались случаи совершенно неконкретного поступка со своим здоровьем, по-другому это назвать нельзя. Как обычно в очередной раз раздается телефонный звонок. Человек жалуется на Женя в стопе, на ее болезненность, сразу понимая, что проблема с венами, но продолжая выяснять причину и сопутствующие заболевания. В конечном итоге выясняется, что мужчина в возрасте примерно 55 лет решил избавиться самостоятельно от боли в ноге, которая часто возникает у многих людей старшего возраста, с болью, отдающей в ягодице и мышцах бедра, особенно боковой поверхности и нижнего отдела поясницы. В конечном итоге человек рассказал, что решил самостоятельно сделать сам себе укол в грушевидную мышцу, чтобы ее расслабить, так как истинно полагал, что это ему поможет. В конечном итоге после того, как сделал укол, заметил, что сверху до самого низа начало что-то двигаться по ноге, достигнув стопы и начало понемногу сжечь. Я ему объяснил, что он попал в вену и возможно это спровоцировало отрыв холестериновой бляшки, которая застряла в сосудах стопы или произошла сильная коагуляция крови в ответ на укол. Он этому не верил, что может так произойти и говорил, что это скорее всего попало в нерв. Спорить я не стал, так как не хотел терять времени и не видел смысла. Я предложил прийти ко мне на сеанс, чтобы хотя бы посмотреть, что с ногой попробовать размять область вокруг места жжения. Но человек так и не пришел, видимо побоялся или хотел просто получить бесплатную информацию, опять же попытавшись сэкономить и дальше продолжать самолечение. Не ясно, что стало дальше, но ясно одно, если не обратиться к специалисту вовремя, можно найти до ампутации конечности в его случае. Мне конечно бы никогда не пришло в голову ставить себе самому укол в грушевидную мышцу, а если и ставить укол, то только в очень крайнем случае и только у знающего специалиста. Мораль этой всей истории такова, лучше хорошо и подробно узнать о том или ином заболевании, проконсультироваться у нескольких специалистов, а потом принимать конкретное решение.